Бакси Ньюс ФМ Стилистически он не такой парень, который привык к постоянным разменам, но при этом он и не так уж много бегает по рингу. Он очень уверен в себе, но кто знает как все повернется. Он пока не дрался ни с кем вроде Канело. Думаю, этот бой покажет, насколько Канело улучшился. Бой с Сондерсом, определенно это показал, но на протяжении всей своей карьеры Канело имел проблемы с боксерами, которые хорошо перемещаются по рингу. Флойд боксировал с ним, Лара, и даже Трауд хорошо с ним смотрелся. У Калиба Планта есть такие навыки. Он очень хороший боксер, хорошо работает передней рукой, с умом защищается. Он не будет стоять перед Канело и принимать на себя мощные удары. Он будет двигать головой, то сокращать дистанцию, то снова разрывать. Да, я читаю то, что пишут люди. Все списывают Калиба со счетов. Да я и сам думаю, что вероятно, Сауль нокаутирует его в поздних раундах. Но до этого момента Плант шокирует многих зрителей тем, насколько он хорош. Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев считает, что украинскому супертяжеловесу Александру Усику будет крайне сложно рассчитывать на победу по очкам в бою с Энтони Джошуа. По очкам Усику будет очень тяжело выиграть. Представляете, кто будет отдавать эти пояса? По очкам нереально будет выиграть. Это надо будет так избить Джошуа. Столько насыпать ударов, как будто в мешок, чтобы судьи посчитали Усику победу по очкам. Я даю Усику 40%, а Джошуа – 60%. Я хотел бы, чтобы он выиграл, но не могу позволить себе себя обманывать. По моим прогнозам, я даю ему на эту победу 40%. Просто за счет того, что он, скорее всего, будет много бить. Я не думаю, что он выйдет из первых раундов будет фигачить Джошуа. Легендарный тренер Фредди Роуч не сомневается, что его не менее культовый подопечный филиппинский полусредневес ветеран Мэнни Пакьяа победит в августе объединенного чемпиона и лидера дивизиона американца Эрла Спенса. Роуч считает, что Пакьяа будет действовать точно так же, как в ноябре 2011 года против мексиканца Антонио Маргарита в той схватке филиппинец покорил первый средний дивизион. В том бою Мэнни постоянно менял дистанцию. То врывался в инфайтинг, то уходил подальше. Вошел-вышел, вошел-вышел. Когда он так делает, оппонент теряется. Точно так же нужно действовать со спенсом. С этим чуваком нельзя оставаться в инфайтинге, нельзя дожидаться, когда тот пробьет в ответ. Ветерал – отличный панчер. Нужно входить поближе, пробивать и сразу же разрывать дистанцию. Никаких обменов со спенсом. Нельзя просто стоять напротив. Нужно использовать движение, менять углы атак. Мэнни так всю карьеру дерется. Работа ног Мэнни лучше, чем у кого бы то ни было. Пакьяа в отличном тонусе. Да, он готов провести в таком ключе 12 раундов. Джо де Гуардиа, промоутер французского ветерана Карлоса Такома, считает, что рефери поспешил остановить бой между его подопечным и непобежденным британцем Джо Джойсом. По мнению промоутера, боксеры должны провести немедленный матч-реванш. Карлос был настороже. По его глазам было видно, что он понимает, что происходит и защищался. Рефери должен понимать, что нужно обращать внимание не только на бойца, который наносит удары и отвечает ли ему соперник. Когда вы обслуживаете бой опытного бойца-ветерана, каким является Карлос и который явно выигрывает важный бой в супертяжелом весе, важно быть внимательным и сделать все правильно. Рефери должен знать, кто находится на одном с ним ринге, а также должен проявить свою проницательность, опыт и навыки судейства. Все нужно учитывать во время боя, чтобы принять правильное решение. Мы считаем, что, к сожалению для Карлоса, рефери не справился со своей работой и принял неправильное решение, остановив поединок. Потому что Таком был настороже и защищался, ожидая нужного момента для контратаки. Также МИ считает, что немедленный матч-реванш будет единственным правильным решением в данной ситуации. Боксер-ютубер Джейк Пол заявил о начале переговоров с легендой ММА, бывшим чемпионом UFC в двух категориях Конором Макгрегором на предмет проведения боксерского поединка. «Я думаю, это случится. Я к тому, что сейчас я денежный бой для Конора Макгрегора. Нынче нет ни одного другого бойца, который мог бы превзойти меня по уровню, который вызывает Макгрегора и хочет с ним драться. Наша команда связалась с его командой, идут переговоры, чтобы этот бой состоялся. Люди поначалу думали, что я шучу, когда сказал, что хочу с ним драться, но сейчас все реально, реальнее, чем когда бы то ни было. И между прочим, если мы будем драться, я его нокаутирую», — обещает Пол. «Напомним, что на 29 августа у Джейка запланирован боксерский поединок против экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли. Думаю, Вудли — более трудный соперник, чем Конор. С той славой и деньгами, которые есть у Макгрегора, я думаю, он потерял мотивацию. К тому же, он меньше меня. Сколько там у него — 70 кило. У Вудли — 90 кило. Он большой и взрывной чувак, намного опаснее, чем Макгрегор». Бакси Ньюс ФМ